Всем привет, это Арсём Шрайбман, и сегодня я снова отвечаю на ваши вопросы о белорусской политике. Сегодня в основном об оппозиционной политике. Почему, на ваш взгляд, в недавний обмен между Белоруссией, Россией и США не попали белорусские политзаключённые? Это провал работы демократических сил? Все эти встречи Светланы Тихановской были зря? Короткий ответ на поверхности. Дело в том, что участники переговоров не посчитали нужным их туда включить. Российских политзаключённых, в том числе и не самых всемирно известных, в эту сделку в итоге включили. Явно не по требованию Москвы, а по настоянию какой-то из западных столиц. Причём по спискам, которые помогала составлять российская оппозиция. Беларусь в этих переговорах рассматривали как предаток России, забирая из белорусской тюрьмы германского гражданина Рика Кригера. А значит, нельзя считать невозможными сценарии, в которых у Лукашенко бы попросили вместе с Кригером отпустить какую-то, вероятно, небольшую группу белорусских политзаключённых. Временное окно для такого требования было явно недлительным, с момента, когда вопрос Кригера и Беларуси встал на повестку дня. Но оно явно существовало. И учитывая, как важна была эта сделка лично для Путина, я очень сомневаюсь, что Лукашенко стал бы её торпедировать в последний момент. Теоретически начать разговор про наших политзаключённых могли Вашингтон и Берлин, основные западные игроки в этой сделке. Но они либо решили не обременять сделку белорусами, чтобы исключить даже минимальный риск, что она сорвётся, либо просто не вспомнили об этом. Ради справедливости даже Варшава, которая в рамках этой сделки выдала российского шпиона, не смогла добиться от Минска освобождения Джея Пачёпута. А значит, возможности и других участников обмена, не Берлина и не Вашингтона, что-то требовать или предлагать, были ограничены. Поэтому мне нет причин утверждать, что Тихановская или кто-то другой из оппозиции могли вклиниться в этот процесс, когда он уже шёл, и потребовать от Берлина или Вашингтона заняться освобождением белорусских политзаключённых. Но то, что ни Германия, ни США не подумали об этом сами, показывает, что несмотря на обилие риторики в поддержку белорусских политзаключённых, в критический момент их интересы не становятся на повестку дня. Они не в приоритете. А белорусские Демсилы за 4 года своей работы и контактов с западными чиновниками не смогли у них эти приоритеты так сформировать. Разумеется, что даже если бы оппозиция все эти годы уделяла бы этой проблеме многократно больше внимания в своей внешней коммуникации, это всё равно не дало бы стопроцентной гарантии успеха. Но шансы на то, что про белорусов бы не забыли в критический момент, было бы больше. Экс-спикер Координационного совета Андрей Егоров считает возможным признание легитимности белорусской власти в обмен на освобождение политических заключённых. Я бы признал легитимность происходящего в Беларуси, я бы обменял присутствие европейских послов в Беларуси, если это позволяет освобождать политзаключённых в массовом порядке и двигать ситуацию в Беларуси к более благоприятной для деятельности гражданского общества. Насколько это рациональная идея? Как это можно реализовать? Я бы не сказал, что это зона рационального или нерационального. Поддержка этой идеи зависит от того, какие у вас ценностные приоритеты. Что важнее? А если точнее, считаете ли вы, что освобождение белорусских политзаключённых в массовом порядке, как это сформулировал Андрей Егоров, стоит того, чтобы при Лукашенко вновь аккредитовались европейские послы? Моё личное мнение тут однозначно. Да, стоит. Потому что жизнь и свобода людей важнее, чем символические жесты вроде наличия или отсутствия в Минске дипломатов в том или ином статусе. Разумеется, такой размен имел бы куда меньше смысла, если бы параллельно с освобождением одних политзаключённых Лукашенко набрал столько же новых. Но с другой стороны, репрессии продолжаются и сейчас, а сегодняшние политзаключённые просто продолжают сидеть. Некоторые из них досидят свои сроки, а некоторые могут просто не дожить до их конца. Поэтому ситуация, когда идут репрессии, да ещё и никто не выходит на свободу досрочно, она ещё хуже ситуации, чем когда люди хотя бы выходят на свободу. При этом такое гипотетическое присутствие послов не означает, что за этим последует ослабление давления на режим. Своих послов при Лукашенко после событий 2020 года аккредитовали такие страны, как Швейцария, Венгрия, Япония. И все из них принимали новые пакеты санкций против Минска. И даже несмотря на холодный приём этой идеи на конференции в Вильнюсе другими лидерами оппозиции, я уверен, что если бы она каким-то чудом реализовалась, то они бы не выступали против. Представьте себе ситуацию, что Евросоюз смог договориться о такой сделке с Лукашенко. Сотни, а может быть больше тысячи политзаключённых готовятся выйти на свободу, а в Минск собираются европейские послы. И что Тихановская или Латушка будут их останавливать, требуя оставить людей в тюрьмах? Я очень сомневаюсь. Никто из них не критиковал Швейцарию, когда она отправила в Минск посла, добившись освобождения своей гражданки Натальи Херши. А в трактовке Андрея Егорова речь даже не идёт о подмене одного посла на одного узника, а о массовом выходе политзаключённых. Но это были теоретические рассуждения о такой сделке в вакууме. Если мы переходим к вопросу о практике, то я не считаю, что такая сделка сегодня возможна, и уж тем более, что она зависит от Демсил. С одной стороны, сами западные страны отозвали своё признание Лукашенко президентом не потому, что он набрал политзаключённых, а из-за нечестных выборов 2020 года. Я не вижу готовности или желания на Западе менять свои условия признания легитимности Лукашенко, или даже всерьёз обсуждать этот вопрос на высоком уровне. Вероятно, если бы Минск сделал такое предложение, то и ЕС, и США бы его рассмотрели. Но они сами просто не будут инициировать такой пересмотр своей внешней политики. Беларусь не такая важная страна, чтобы на это нашлась политическая воля. И в Минске также нет острой нужды сегодня делать такое предложение. Лукашенко явно ценит возможность сдержать своих главных врагов в заперти сильнее, чем наличие в Минске послов тех стран, от которых сегодня в Беларуси мало что зависит. Ситуация может постепенно поменяться в будущем, когда 2020 год будет уже в целом забыт, сроки многих политзаключённых истекут, а отношения Лукашенко с Россией перестанут быть такими же надёжными. Но всё это объективные факторы, они развиваются по своей логике, вне зависимости от того, какие идеи белорусская оппозиция лобирует на Западе. Её релевантность для подобных сделок мы хорошо увидели на примере недавнего обмена заключёнными. Светлану Чхановскую призначили национальной лидеркой. Те не занадто это гучное звание для политика в умовах, когда подтвердить это лидерство немогчима, а доверие людей внутри Беларуси сдаётся всё ниже. Как вы ставитеся до этого кроку? Это тая ситуация, где я разумею обо два боки спрэчки. По-перше, треба сказать, что той документ, який обвестил Чхановскую национальной лидеркой, поколь Украине не пройдут сумленные выборы, насамрожь присвеченный с большим іншим пытанием. СМИ сфокусовались на статусе Чхановской, и это зрозумело, бо остальные семь сторонок не особливо цикавые для широкого читача. Но сутность этих документов тем, как уравливать относины помеж структурами оппозиции у выгнаний. Такая своё особливая мини-конституция для офиса Чхановской, ее кабинета и кардонационной рады. Пункт про Чхановскую формализовал тое, что и она, и ее самый уплывовый дараться Франок Вечорка повторяли уже десятки разов. А именно тое, что пока в Беларуси нема конкурентной политики и нема махчымастей, чтобы провести сумленные выборы, чтобы выполнить тот мандат, с которым выбирали Чхановскую в 20-м, и она будет выполнять свои обязанности. Коли шире я не пачу открытыка у этого подхода неких уцемных альтернатив. Переобранье лидера у диаспоры технично махчыма, но, как показали выборы в Координационную раду, это будет справа, увеличенных от сотков даже с диаспоры. Человек, обранный на таких онлайн-выборах, не сможет зваться легитимным лидером. И сгубить навык те обмежаванные дипломатичные махчымасти, которые еще есть у Чхановской. Перебить ее мандат в 20-м году таким чином в глазах замешников будет просто немахчым. Глядячи по тем, что под регламентом подписалась и Координационная рада, и Кабинет, таки погляд сегодня у широкого колодемократичных сил. Але я так само сгодный, что подача этой информации самой оппозиции была мягко кажучи сумневной. По-перше, на что различна презентация внутри оппозиционного процедурного документа, который имеет значение только для его подписантов и только в целом время, с такой помпой бы народу саправды подаровали Конституцию? Для этого документа было достаточно публикацией у некоторых телеграм-каналов. Было оно настолько же обязательное, как и любые другие декларации политиков. Появите, завтра изменится политическая ситуация. Я навыть не кажу про транзит улады. Напрыклад, Бабарыка, Колесникова, те Тихановские выйдут на волю. Те Координационная рада и Кабинет развалятся за спрэшек. Конфигурация оппозиции у той же момент станет иншей, и никто навыть не узгадает про этот документ. Так само незразумелый выбор тытула. В 2020 году Светлана Тихановская позиционовала себе, как по сути, техничный кандидат на место своего мужа, а потом на место инших демократичных лидеров. И именно в такой якости за ее проголосовала велизарная частка громадства. За четыре года колы прихильников стало меньше, а совесть с родимой по красе гублялась. Это натуральный процесс. Много людей деполитизировались. Много активных людей расширывались в Тихановской тее структурах по разных причинам за эти годы. Но сама команда политика, которая выбирает самый амбитный из мягчимых титулов, кажется, что у многих, даже продемократичных беларусов, есть разные взгляды на достижение статуса Тихановской сегодня. И в документе они называют ее не просто лидеркой оппозиции, и демократичного руку выгнания, кем она по факту является, а национальной лидеркой. Такими выразами, конечно, опируют лидеры страны, которым нужно поднять свой статус высшей за президентский. Например, в Центральной Азии. Слово «елбасы», яким сябе называл Нурсултан Назарбаев, в казахстях перекладается як лидер нации. Повторюсь, а эти символичные решения мало что изменяют у деянности оппозиции выгнания. Але тут видовочный десонанс помеж политичными ресурсами и поддержкой, які с годами падают, и пафосным титулом, які зараз формализованы. Это, как минимум, коммуникационная помылка отношения Тихановской, коли не черговый приклад их все большей дистанции от широких колов громадства поза межами суполки наибольшь отданных прихильников и политичных союзников Тихановской. Что реально Вадим Силу могут сделать на президентских выборах в 2025 году? Уже две электоральные кампании с 2020-го — это референдум 2022-го года и един день голосования в начале этого показали, что никакого зазора для реальной политической деятельности для оппозиции в Беларуси сегодня нет. Он был раньше, когда позволялась агитация против власти или хотя бы сбор подписей, а кого-то могли допустить в бюллетени. Сейчас все эти возможности закрыты. Выборы стали просто административной процедурой, как когда-то в Советском Союзе или сегодня в Китае или Туркменистане. Мало кто из советских диссидентов задумывался или беженцев от китайского или туркменского режимов задумываются о том, как они могут использовать выборы в своей стране. Это просто не предусмотрено дизайном процесса. Все, что остается — это коммуникация с международными партнерами, со своими сторонниками через медиа и, если повезет, с новыми аудиториями через социальные сети или платформы вроде Ютуба. Поэтому для оппозиции стоит сегодня вопрос не что делать на выборах, а какой месседж выбрать и какими средствами его доносить до адресата, пользуясь выборами как временем, когда хоть чуть-чуть вырастает политизация в обществе. Можно призвать людей в Беларуси что-то делать, бойкотировать выборы, голосовать против всех, портить бюллетени как-то незаметно от ОМОНовцев или избиркома. Можно придумать что-то креативнее и предложить голосовать за кого-то из системных спойлеров. Но что бы Демсилы не выбрали, у них нет инструментов померить успех этой компании. Нет независимого наблюдения или возможности попросить самих избирателей прислать фото бюллетеней. Поэтому любой такой призыв будет призывом в туман. Его можно сделать, но невозможно будет узнать, кто его услышал и как поступил. Рассуждения о том, что лучше подходит для мобилизации людей, для меня тоже удивительны, потому что непонятно, что потом делать с этой мобилизацией, для чего она нужна и как померить, произошла она или нет. Кроме того, выборы можно использовать, чтобы доносить позиции, которые напрямую не связаны с процессом похода на участки. Например, о том, что Лукашенко нелегитимен, его выборы фальсифицируются и его нельзя признавать президентом. И доносить этот месседж оппозиция точно будет. Причем как внутри страны, так и своим западным партнерам и аудиториям западных СМИ, которые в эти дни хоть что-то, но будут писать о Беларуси. Это такое напоминание беларусам и миру о своих базовых позициях и сегодняшних проблемах в стране. Просто используя актуальный инфоповод. И попутно можно говорить об абсолютно разных проблемах. Политзаключенных, роли Беларуси в войне, зависимости от России или европейском выборе Демсил. Насколько такая коммуникация тянет на реальную активность, решать вам. Но ресурсов на что-то более активное и более заметное у оппозиции сегодня нет. И упрекать сегодня их в этом было бы настолько же справедливо, как упрекать советских диссидентов 50 лет назад, что они не могут никак повлиять на выборы Верховного Совета СССР. Валерий Сахасчик ушел из объединенного переходного кабинета. До этого Валерий Ковалевский. На недавней конференции Демсил первого заменил экс-замкомандира полка Калиновского Вадим Кабанчук, второго бывший посол Беларуси в Аргентине Владимир Остапенко. Вдобавок появился представитель по молодежной политике. Им стала Маргарита Ворихова. Есть простой вопрос, а зачем это все? Что белорусам дает Кабинет? Кабинет создавался в 1922 году как правительство возгнания, альтернативный центр легитимности, который мог перехватить власть, если бы Минск полностью потерял свою субъектность, которую он тогда уже начал терять, присоединившись к российскому вторжению в Украину. Кроме того, был расчет подключить к работе в Кабинете разных политиков, создать своеобразную коалицию, чтобы минимизировать споры и критику в адрес Тихановской, а раздать всем свои направления работы. Многие аналитики уже тогда предупреждали, что непонятно, чем таким будет заниматься новый орган, чем бы не смогли заниматься входящие в него люди и структуры по отдельности. И кроме того, попытка включить в работу единого оппозиционного штаба разных политиков может действительно приглушить их разногласия на время. Но если не будет понятных достижений, а эти разногласия сохранятся, то они выльются в споры уже не вокруг Тихановской, а внутри ее структуры. Именно это и произошло. Оппозиция не нашла какую-то новую нишу работы для себя и своего кабинета. Реальной власти это правительство так и не получило, несмотря на то, что и Минск не смог восстановить свою субъектность, потерянную в 22-м году. А противоречия предсказуемо стали накапливаться. И в итоге из первого состава кабинета на сегодня там остались только сама Тихановская и Павел Латушка. Их сохраняющийся альянс это главное, если не единственное достижение этой структуры. Все остальные министры уходили из состава кабинета. Либо сами на фоне скандалов, либо разочаровываясь в своих коллегах или в самом формате работы. Какую добавленную стоимость для белорусов имеет кабинет прямо сейчас, я сказать не могу. Я просто не знаю. За исключением, наверное, Павла Латушка, все остальные министры этого кабинета мало чем отличаются по своему функционалу от простых сотрудников офиса Тихановской, которые отвечают за разные направления работы. За культуру, социалку, молодежь или внешние дела. А для Латушка это всего лишь еще одна должность на визитке в дополнение к лидеру НАУ и делегату Координационного совета. Она никак значимо не увеличивает его возможности лоббировать важные для него вопросы на международной арене. Вместе с тем назначение представителем фонат безопасности Вадима Кабанчука, бывшего замкомандира полка Калиновского может дать повод для осторожного оптимизма. Кабанчук заявляет свои цели на новом посту не так амбициозно, как кабинет делал это в 2022-м. Политик, по сути, хочет заниматься сбором международной помощи на белорусских добровольцев, воюющих или воевавших в Украине. И учитывая, что у его предшественника Валерия Сахайщика явно не сложились отношения с полком Калиновского, крупнейшими из белорусских подразделений, очевидно, что Кабанчук сможет построить эту работу оптимальнее. Если перенести формат работы Кабанчука на всех остальных министров этого кабинета, то из такой структуры может получиться какой-то толк и для более широких слоев общества. Речь идет о том, чтобы раздать каждому какую-то прикладную и выполнимую сегодня задачу, а не космическую, вроде транзита власти или деоккупации Беларуси, как записано в уставных документах этого кабинета. Но проблема снова-таки в позиционировании. То, что должно работать как сервисная организация, группа активистов, которые ищут ресурсы для реализации разных полезных людям проектов, все еще представляется белорусами всему миру как альтернативное правительство возгнаний. И тут, как и в ситуации с титулом национального лидера, бросается в глаза диссонанс между сверхсерьезным отношением оппозиции к себе и ее реальными возможностями. Настолько завышенная планка ожиданий это прямой путь к разочарованиям в будущем. На сегодня у меня все. Подписывайтесь на зеркало, если это для вас безопасно и оставляйте свои вопросы по ссылке в закрепленном комментарии в описании к этому видео и в комментариях под роликом. До скорого!